Наше количество и качество усилий — это результат зависти товарища? Да, это тоже. Зависть, страсть и тщеславие выводят человека из этого мира. То, что называется, что в этом хорошем? Что в зависти, страстях и тщеславие? Что может быть хуже этого? Какие могут быть свойства в человеке более порицаемые, чем эти? Зависть, страсть и тщеславие. Но я не говорю о виде, который уже потеряли человеческий лиг. Между человеком плохим, в котором полно зависти, полно ненависти, полон страстей, весь переполненный самолюбием. Я являюсь человеком плохим. Я могу сделать зло кому угодно. Я наслаждаюсь тем, что просто размазываю остальных, уничтожаю все. Может быть и вор, какой-то политик там грязный. Все это ужасные свойства. И что мы о них говорим? Только эти свойства именно они выводят человека из мира. Из этого мира в мир высший. Потому что они говорят о эго, о здоровом эгоизме, большом. Как мы можем связаться с другими, если в нас нет зависти, страсти и тщеславия? Тогда мне никто не нужен. Я живу себе где-то там, в лесу. Никто мне не нужен. Иногда, как тот крестьянин из книги Цафра Десниюта, я могу прийти в город, купить, что мне необходимо, и возвращаюсь домой. Но если я начинаю в своем лесу вдруг чувствовать, что это уже... Я начинаю им завидовать. Я хочу добиться успеха, как они. Я хочу, чтобы у меня было как у них. Я хочу быть выше, чем они. Тогда я возвращаюсь в город и начинаю продвигаться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова